друзья всем привет сегодня пятница 13 и мы находимся на одной из испанских улиц на побережье коста бланка это последствия ливня который прошел ночью и те картинки которые вы видите на заставке будут позже это все реальные кадры просто из разных районов их мне присылали по ватсапу по разным мессенджерам социальных сетях потому что вчера меня здесь не было и приехав я увидел только вот такие последствия это улица улица идет к морю и сейчас поток воды гораздо меньше чем он был ночью ночью вода поднималась видите смыты люки крышки люков вода поднималась очень высоко то есть если здесь у нас идет наклон вверх от улицы то есть вода видите она стояла где-то вот по забор у людей тех у кого дома на склоне им повезло их не затапливал соответственно все дома которые находились ниже всех если есть подвалы если есть гаражи вот здесь например в этом желтом доме есть гараж с автомобилями там все затоплено по крышу и это всего лишь локальные последствия мы сейчас дойдем с вами к пляжу который очень обычно посещаемые здесь много людей еще не санесла автомобиль размыла все плитку помывала прямо брусчатку то есть эти потоки и достатки чтобы понимали масштабы гораздо больше ликвидировать и локализовать вот валяется брусчатка камни размыты пляжу тоже конец еще такие же вот блогерами кто-то пытается снять все что льется с улиц уходит в море ночью уходили в море и машины которые смывала каким-то чудом уцелела детская площадка потому что видимо весь сонный поток уходил сюда то есть прорвало именно там там где сейчас идет сильнейший поток видите там просто парапет который защищал вот я иду сейчас по этой улочке и у нас уже по крайней мере есть доступ к тротуару слева можно идти буквально часа полтора назад вода еще стояла и на тротуаре вот по эти черные воротцы было например для высоты вам понимания или вот по желтую полосу то есть река была такая что невозможно было просто идти по улицам и ночью несло машины машина цеплялись за деревья мусорные баки все это создавало дикий грохот и шум был как какой-то ниагарский водопад и да ты мига вот видите у людей стоят лежаки именно прислонены я сначала думал что их унесло водой нет они закрывали просто вниз ворот для того чтобы вода хотя бы в таком объеме не поступало на их участке потому что все затапливал поднималась высоко вдоль ворот ударила чей-то забор и остановила счастье что ее не унесло в море помяла конечно разбила какие-то тут смельчаки едут куда он едет мне общество делать там нечего он едет море можно конечно приехать если не унесло мог туда попасть идем дальше я сапогах то есть вы понимаете как это происходит машину цепляет водой и начинает просто тащить вытаскивает ударяет обо что-то если повезло машина остается здесь но машина эти были затоплены выше порогов скорее всего салона у них тоже все кончились вот еще один сиатик по моему прокатный я даже думаю что владелец не понимает дело сейчас находится потому что стоял где-то гораздо выше по улице еще один прокатный поставить себе силу воды которая ударила машину так что она в дерево въехала то есть так что у него он там похоже лонжероны все ушли то есть это вообще просто поток воды был такой шум был такой а вот например людей большой объем ворот видите большие ворота большие ворота просто погнула потому что вот эта вода видимо такое сопротивление было на пути что ворота не выдержали как вы понимаете у всех сейчас работают насосы откачивают воду из подвалов мужественные люди какие-то пытаются куда они все ездят я не понимаю ездить это вообще бесполезно но итальянский фургончик остановился об дерево цитроин берлинга похоже придется для вас уже мочить ноги хотя много людей здесь уже и так ходят полностью босиком естественно уже не до чего когда у тебя машины вот в таком виде например уже знаешь еду сапогов вот люди идут искать свои машины я напоминаю что это лишь одна из улиц похоже эта машина который там стоял это была одна из машин у этой девушки очень много машин унесло ночь вообще в море полностью то есть они даже все здесь я думаю не пройдем вот жизнерадостные испанцы достали свою машину из мусорки вот мы с вами сейчас через верхнюю улицу прошли то место которое было непроходимо потому что там большая глубина была такая спадина и идем дальше по одной лишь улице я хочу отметить это далеко не самое страшное что можно увидеть после этого ливня в испании это кстати электрический щиток распределительный теперь я понял почему скакала электричество я думаю что часть улицы домов обесточены так вот я показываю вам реально минимальные последствия того которые можно вот так локально немножко пройти и посмотреть показать то что происходит сейчас в других поселках и в городе и в гаражах подземных это реально если говорить об автомобилях это сотни утонувших сразу же я опять черпнул полный сапоги воды сотни утонувших автомобилей друзья и надеюсь без пострадавших хотя в таких случаях легко конечно не попав в такой поток под такую раздачу и естественно последствия этого потопа это много автомобилей с сиренами ездят всевозможные службы и вот умные счастливчики они загнали наверх свои машины потому что те кто машины которые стояли здесь мы их все видели уже внизу или в море на улице все машины унесло в море за исключением тех которым повезло зацепиться за деревья и и и и самое главное что я сейчас иду по улицам пытаюсь нащупать брод где глубина поменьше я понимаю что под ногами у меня песок гравий мусор то есть асфальта которого который здесь раньше был его нет все это когда вода уйдет здесь будет безумное количество мусора которое придется убирать коммунальным службам очень долго то есть это глина все что нам это размыто естественно все такие потоки воды они поднимались и смывали все вокруг это конечно ребят катастрофа я такое помню лет наверное пять назад было ну даже на самом деле масштаб был поменьше я думаю что это это максимум который может быть оказалось что бывает еще хуже и вот кстати возвращаясь отсылка такая к теме недвижимости я всегда знаете очень нервно реагирую на дренаж у домов начинаю смотреть гараж если гараж утоплен ну как утоплен сейчас слово неправильно звучит а в сухое время года утоплен я подразумеваю что он находится ниже уровня земли то есть он куда-то вниз уходит и если нет нормального дренажа если нет понимания как там все работает если нет испытания вот таким вот одним потопом то большая вероятность что машина в таком гараже окажется в итоге по крышу под водой и это действительно происходит постоянно и конечно очень много исков от людей к страховым компаниям страховые компании говорят о том что не всегда это подлежит оплате потому что стихийные бедствия это стихийные бедствия надо внимательно читать условия договора токаяну я так понял тоже повезло остановился на бордюре но впереди у побережья Коста-Бланка а я так понимаю не только побережье потому что и город Мурсия вчера буквально я ехал через Мурсию поздно ночью был сильный дождь гроза но я не думал что будет такой масштаб потому что этот объем осадков конечно выпал в основном за ночь хотя можно как всегда употребить известные известную нынче модную фразу никогда не было и вот опять так вот пять лет не было и вот опять и самое главное что все те же люди откачивают всеми теми же помпами из своих гаражей воду машины уже новые у них стоят снова затопленные и здесь конечно понимаешь что выбирать недвижимость надо с полком и такой сразу реклама недвижимости в которой сегодня тепло и сухо хотя большинство конечно домов нормально они предусматривают здесь такие вещи потому что люди строили вот мы идем сейчас по старому району с вами это по сути называется Млазения это старый район такой испанский скорее наверное дачного плана в последнее время он стал дорогим престижным здесь многие старые дома перестроили в частные виллы но люди которые здесь жили давно старожилы естественно они встречали вот эту проблему дренажную после ливней ливни случались и раньше и многие дома спроектированы так чтобы подобных проблем не возникало видите у них подняты вверх подъемы в гараж то есть вот у человека в гараже тепло и сухо только здесь заходила вода ну вот поднималась чуть-чуть у него а так даже никакие колясочки там видимо бабушка с дедушкой живут не повредились здесь 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 много белок в этом районе ну белкам проще можно было залезть на дерево и трясясь от страха наблюдать как внизу с грохотом плывут машины сталкиваясь друг об друга как поплавки это улица всегда ну они довольно много автомобилей потому что здесь жилая зона слева частные виллы справа ну можно сказать многоквартирные домики вот такие таунхаусы и здесь всегда по всей этой улице стоит очень много машин машины все посмывало вот это каким-то чудом остановившийся может быть он один из последних был кто поплыл они друг от друга остановились одна машина видимо в люк въехала колесом а другая от нее остановилась можно сказать им повезло потому что остальные машины все в море их сейчас достают из моря вот так сразу нет проблем с парковкой на этой улице на которой они периодически бывают большинство улиц таким потоком конечно перегораживают вот такими полицейскими ленточками хотя как вы сами видите люди хаотично ездят у многих есть свое желание побыстрее например отсюда выехать или наоборот добраться побыстрее к своему имуществу что-то найти посмотреть куда что смыло унесло поэтому местами вот эти ленточки оборваны и люди на своих внедорожниках все равно храбро продолжают передвигаться хотя после этого могу вам не понаслышке заметить что количество обращений с гидроударами в испанские локальные автосервисы сильно увеличивается а вот это место которое немного повыше хотя по этой улице тоже шли водопады а там внизу кстати электрозаправка мне сейчас стало интересно столбик электрической заправки по теории мог быть затоплен довольно высоко наверняка тоже какие-то перебои с электричеством были связаны вот с замыканиями таких точек высоковольтных уличных в этой зоне много иностранцев люди приезжают на своих машинах отдыхать у англичан многих здесь своя недвижимость немец вот какой-то несчастный на Opel Astra но вот это наверное единственный автомобиль который не так страшно было бы потерять в пучине потому что стоит он наверное евро 300 здесь вот электрическая станция вода отступила сейчас мы уже ничего не поймем можем только сказать что фундамент у нее достаточно крепкий, не смыло напоминаю вам что это всего лишь локальные повреждения небольшой зоны которые вот именно интересны зевакам и тем людям которые оказались сейчас рядом кстати люди вот там около моря ходят я думаю что вот там виднеются какие-то предметы утром вытаскивали отсюда машины тросами вот такие ребята грустные breaking news с побережью Коста-Бланка из маленького локального поселка Лазеньи где стихия не настолько себя проявила катастрофически как в некоторых других местах и часть из них жалкую часть роликов я просто те которые прислали мне вчера когда я ехал по ватсапу будь осторожен я ехал на интересной машине почему интересная расскажу в следующих своих роликах это фактически опять начало очередного нового проекта и этой машине было особенно страшно попасть в такое количество влаги и в бурю но не успел запарковать в безопасном сухом и теплом месте слава богу а с утра вот рванул сюда посмотреть что вокруг и показать это вам в таком вот живом в формате надеюсь вам это было интересно и спасибо лайв каналу который многие критикуют да здесь звук хрипит шипит здесь видео трясется но зато я могу прямо сейчас пойти и выложить вам это видео чтобы вы посмотрели что 13 сентября в пятницу происходило на Коста-Бланке на пляж мы не ходим пришли принимать грязевые ванны на Коста-Бланке уже не можете в каждом и я не его и я его я его не гляну в каждом в первом в третьем я его не могу выложить в третьем Да. Трактор ею. Да, да. Давайте, ловите его.